Уважаемые друзья, близится к завершению 2017 год. И традиционно хочется подвести итоги, увидеть свою перспективу, увидеть 2018 год, а может быть на перспективу и дальнейшую. 2017 год для нас, жителей Курагинского района, был неоднозначный, а скорее всего тяжелый. Из-за климатических условий, как старожилы говорят, что у нас такого не было с 60-х годов, в целом по району мы убрали 60%. Но это в целом. А по отдельным сельхозпредприятиям эта цифра приближается к 25. Естественно, не имея урожая, проходит трудно зимовка животноводствия. И наша задача с вами на сегодняшний день не потерять те позиции в крае, которые мы успешно завоевывали и удерживали на протяжении последних лет. Конечно, в данной ситуации мы надеемся на помощь государства, мы надеемся на помощь правительства и руководства Красноярского края. В этом году продолжилось банкротство Краснокаменского родника. Люди потеряли работу, не выплачена заработная плата. И, конечно, все эти и другие моменты, которые негативно по факту имеются в районе, сформировали тяжелую ситуацию и в районном бюджете. Но все социально значимые статьи этого года мы выполнили и выполним. А некоторые трудности, конечно, будем преодолевать в следующем году. Это вот одна сторона медали. Другая сторона медали говорит о том, что в этом году продолжилось строительство вторых путей Абакан, Тайшет-Абакан-Междуреченск. В этом году, по концу года, правительство Российской Федерации подписало постановление о начале строительства железнодорожной магистрали Курагина-Кызыл-Элигест. Продолжаются и начаты работы по изучению трассы прохождения автомобильной дороги Журавлева-Аксук. В перспективе, после получения положительной государственной экспертизы, там будет строиться большой металлургический завод. Все эти моменты позволяют нам смело смотреть с вами в будущее, понимая, что развитие данных магистралей способствует развитию района, его инфраструктуры. Это позволит нам в ближайшее время открывать малый и средний бизнес. И большой бизнес придет на нашу территорию. Это будет строительство новых рабочих мест, высококвалифицированных. Это позволит нам быть востребованы нашими материалами, продуктами, которые производятся в районе. Это приведет к росту населения. Это будет жилищное строительство. Статус поселка Курагина будет международный. Все эти вопросы, все это наша перспектива, говорит о том, что мы смело смотрим в будущее. Хочу отметить и работу сельского хозяйства. На протяжении последних лет наметилась явная тенденция на его рост. Появились новые подходы, появились новые задачи, новые производства по созданию высококачественного продукта с высокой добавленной стоимостью. Как пример можно назвать строительство мукомольного и крупинного завода в поселке Курагина, которое строит Агросипком. У нас откроется в следующем году завод по молочной продукции, который реализует ФГУП Курагинская. В Маринино, не побоюсь этого слова, мы первые в крае, которые делают биотехнологическую продукцию. Это интереснейший проект, и я думаю, 2018 год и последующие годы все это нам покажут. Поэтому, дорогие друзья, я понимаю, что те задачи, которые стоят перед нами, мы обязательно с вами решим. Почему? Потому что у нас живут хорошие люди, высококлассные специалисты, которые умеют работать, любят работать и любят жить на этой земле. Мы понимаем, что качество жизни у нас должно улучшаться. И это обязательно приведет к тому, что промышленные предприятия поселка Курагина и Краснокаменска получат новую жизнь. Значит, наши дети останутся, и наши внуки работают на нашей земле. Значит, мы имеем полную гарантию благополучия на этой территории и высококачественную жизнь. Подводя итог, хочу поздравить всех с праздником, с Новым годом, с новым 2018 годом и Рождеством. От всего сердца желаю вам здоровья, счастья в каждой семье. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok